Мы, музыканты, мы способны иногда показать пример политикам, как нужно уметь в два счета договариваться друг с другом, было бы желание договориться. Так вот, как раз сегодня было обоюдное желание быстро и точно договориться, что мы, в общем, с вашим духовым оркестром и сделали. Быстро и точно договорились, вычистили то, что надо было почистить, договорились, где надо было что сделать, и нашли наши компромиссы. Чего бы я всем в этой жизни и пожелал. В Ульяновске Даниил Борисович выступил в дуэте с одним из лучших контрабасистов России Сергеем Васильевым и с Ульяновским государственным духовым оркестром Державы под управлением Кирилла Ильина. Публика-то способна жить без музыкантов. Ей предлагают множество суррогатов, именно суррогатов, которые просто не всегда все это понимают. И мы вынуждены тоже иногда предлагать суррогаты. Лично я считаю, скажем, онлайн, и онлайн-концерты, и онлайн-обучение я считаю суррогатом, который никогда не заменит ни живой концерт, ни живое общение с учителем. В концертную программу «Джаз под Новый год» вошли произведения советских композиторов, оригинальные аранжировки для духового оркестра и джазовые импровизации. Тут встретились и Шестакович с Щелкунчиком, и Бенни Гудман с Александром Цфасманом. Были даже новогодние игры с публикой. Многие называют Цфасмана олицетворением советской музыкальной культуры. Честно говоря, мне плевать, чихать и кашлять о олицетворении какой он культуры. Это классная музыка, написанная профессиональным мастером, композитором, с прекрасными мелодиями, которые лично у меня, как у музыканта, вызывают удовольствие.